Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Андрея Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Коротко о некоторых темах. Новое жилье получили молодые жители Самары, которые относятся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В торжественной церемонии вручения ключей от квартир приняли участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и глава города Елена Лапушкина. Возвращение на Луну спустя полвека. Ракетные двигатели, произведенные самарским предприятием, обеспечили успешный старт ракеты «Союз-2.1Б». Покажут свои умения и поборются за звание лучшего. В Самаре сегодня стартовал конкурс профмастерства среди водителей автобусов. Даешь клумбы и цветники во всех районах города. Специалисты спецремстройзеленхоза высадили растения на улице Ярошевского. В Самарскую область прибыл министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев. Он провел рабочую встречу с губернатором Дмитрием Азаровым. Дмитрий Патрушев отметил, что по итогам прошлого года агропромышленный комплекс региона показал значительный рост. Индекс сельхозпроизводства составил 119%. Это выше, чем в среднем по России. И выразил уверенность, что в этом году будут также показаны положительные результаты. Министр сельского хозяйства отдельно остановился на двух важных показателях отрасли. В прошлом году зарплата в сельском хозяйстве в Самарской области выросла более чем на 20%. Рост продолжается и в этом году. На высоком уровне сохраняется рентабельность сельхозпроизводства. По итогам 2022 года она составила более 35%, что также выше, чем в среднем по России. Новое жилье получили молодые жители Самары, которые относятся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В торжественной церемонии вручения ключей от квартир приняли участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, глава города Елена Лапушкина, сотрудники департамента опеки и районной администрации. В этот раз новоселами стали 12 человек. В ближайшее время они заселятся в свои квартиры в жилом комплексе «Новая Самара». Подробности в репортаже Ольги Павловой. Последнее приготовление перед заселением в новую квартиру. Этот день Ангелине Дадаевой запомнится надолго. Студентка второго курса экономического университета, рано потеряла маму и с 13 лет воспитывалась под опекой бабушки. Сегодня она радуется тому, что стала обладателем нового и своего первого собственного жилья. Программа работает по обеспечению жилья и работает замечательно просто. В принципе, все устраивает. Если он сделан, осталось просто мебель завести и все. Вместе с Ангелиной новое жилье получили 12 человек, которые относятся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Ключи от новых квартир в торжественной обстановке ребятам вручили губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и глава города Елена Лапушкина. Вскоре новоселы переедут в жилой комплекс Новая Самара. Домам в этом районе присвоен высокий класс энергоэффективности. Здания оборудованы котельными, что позволяет существенно экономить на отоплении. А сам комплекс расположен в экологически чистом районе и имеет развитую инфраструктуру. Школу, детский сад, сетевые продуктовые магазины, кафе и аптеки. У вас появляется свое гнездышко, которое, конечно же, я уверен, доставит вам много радости. Здесь у вас есть возможность передохнуть и собраться с родными, близкими, создавать семя, растить детей. И знаете, в этом быстро растущем микрорайоне создаются для этого все условия. И новые школы, и детские сады, и больницу привели в порядок, и сквер. И, поверьте, здесь большие планы. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров пожелал ребятам ответственно относиться к новому имуществу, почаще собираться с родными и друзьями за общим столом и поздравил новоселов с новым жизненным этапом. До конца этого года в Самарской области планируется приобрести 591 квартиру для детей-сирот. Всего за пять лет в регионе свой дом обрели более 3600 льготников этой категории. Ольга Павлова, Константин Головин, События. Во второе воскресенье августа свой профессиональный праздник отмечают строители. В этом году день выпадает на 13 число. В преддверии знаменательной даты чествовали лучших специалистов отрасли региона. Выдающиеся представители сферы получили звание заслуженного строителя Самарской области, почетные знаки за служение людям и благодарственные грамоты от главы региона Дмитрия Азарова. На церемонии побывала и наша съемочная группа. Темпы и объемы строительства в Самарской области одни из самых высоких в России. С начала года ввели в эксплуатацию более 900 тысяч квадратных метров жилья. Достигнуть этого было бы невозможно без высококвалифицированных специалистов, которые продолжают всесторонне развивать отрасль. Об их успехах принято говорить по факту. Введенный в эксплуатацию дом, спортивный объект или учреждение образования, новая поликлиника и отремонтированная дорога, ведущая в медучреждение. Появление этих объектов – заслуга строителей. Свой профессиональный праздник в 2023 году представители «Сферы» отмечают 13 августа. Я от всей души вас благодарю за ваш плод развития региона, за ваш созидательный, мирный труд. И от всей души желаю здоровья вам, вашим родным и близким, вашим трудовым коллективам. Новых успехов, свершений, побед по всем фронтам. Конечно, одной нам самой главной победы на всех. Среди профессионалов много тех людей, кто уже десятки лет трудится на благо родного региона. В преддверии праздника выдающиеся специалисты получили звание заслуженного строителя Самарской области. Почетный знак губернатора за служение людям и благодарственные грамоты. Для развития отрасли эти люди внедряют новые технологии, оптимизируют производство. Важность их труда в доказательствах не нуждается. На сегодняшний день строительство дорог стало на порядок выше, качественней. Вы видите ровность дорог, вы видите какие покрытия, какие механизмы используются. Поэтому особенно в этом секторе строительном, строительство дорожное, оно очень развивается динамично. И самое главное, что там очень высокий уровень механизации. Прямо сейчас специалисты строительной сферы Самарской области вносят большой вклад в восстановление мирной жизни на Донбассе. В городе Побросиме-Снежном воссоздают транспортную инфраструктуру, возводят и ремонтируют жилье, обслуживают учреждения здравоохранения и образования. Делали капремонт поликлиники, сейчас больницу тоже капремонт производят. Ну работает тяжело, но интересно. Люди положительные к этому относятся, то есть они рады, что мы приехали. То есть там дороги восстановили, больницы восстановили, школы восстановили. То есть там приводится все в российские нормы. За несколько лет в Самаре и области появились десятки больниц и поликлиник, школ и спорт объектов. Отремонтированы сотни километров дорог. Помогают в этом и профильные национальные проекты, инициированные президентом Владимиром Путиным. Специалисты отрасли продолжают воплощать в жизни амбициозные планы. Сейчас в центре внимания строительство новой станции «Театральная» в Самаре и возведение Климовского моста. Он станет частью международного транспортного маршрута Европа-Западный Китай. Реализуют проекты при поддержке главы региона Дмитрия Азарова. Михаил Ермоленко, Николай Сидоров. События. Возвращение на Луну спустя полвека. Серийные ракетные двигатели, произведенные самарским предприятием, обеспечили успешный старт ракеты «Союз-2-1Б» с разгоном блоком «Фрегат» и автоматической станцией «Луна-25» для изучения реголита и экзосферы спутника Земли. Запуск ракеты-носителя «Союз-2-1Б» с автоматической станцией «Луна-25» стал первой с 1976 года отечественной миссией к естественному спутнику Земли. Основными задачами программы станут отработка технологий мягкой посадки, исследование внутреннего строения и разведка ресурсов, в том числе воды в приполярной области Луны. Срок миссии рассчитан на один год. Возвращение на Луну российских космонавтов и презентация книги «Освоение дальнего космоса» Евгения Жданова совпали по времени. В музее «Самара космическая» прочитали лекцию, посвященную освоению Луны. Подробности у нашего корреспондента. «Через несколько дней, 16 числа, мы с вами выйдем на окололунную орбиту, вокруг нее покружимся, посмотрим вниз, и потом прилунимся на южном полюсе спутника Земли». Российские космонавты спустя почти полвека возвращаются на Луну. Лунная программа была свернута Советским Союзом в 1976 году. К тому времени на естественный спутник Земли уже летало 24 экспедиции. И во всех принимали участие куйбышевские инженеры и работники космической отрасли. Сегодня самарские ученые тоже активно работают в этом проекте. О чем на лекции в музее «Самара космическая» и рассказал общественный деятель Павел Покровский, который презентовал книгу Евгения Жданова «Освоение дальнего космоса». «Самарский РКЦ «Прогресс» курирует работу космодрома «Восточный». Ракета «Союз-2.1Б» самарской сборки с двигателем НК «Кузнецов» достигнет спутника Земли. Затем будет выбрано место посадки – прелунение. В перспективе – поэтапное строительство лунной базы и лунного космопорта. На Луну мы вернулись по той причине, что мы хотим осваивать весь космос. И Луна – это достаточно интересная площадка и удобная площадка, чтобы с нее стартовать. С Земли тяжеловато это делать. Ближайшая цель у нас – это Марс, поэтому Луна у нас становится целью промежуточной. С 27-го года по 35-й год у нас будет запущена Луна 26, 27 и далее. Поэтому там мы обосновались надолго. Семья Кисляковых на лекции про освоение Луны оказалась случайно. Они живут в Саранске и приехали в Самару по туристической путевке и зашли в космический музей. От экспонатов восторги и от новости мирового масштаба тоже. Совершенно замечательная новость. Очень хорошо. Это научный прогресс, это развитие науки и техники в мирных целях. Мы совершенно приветствуем. Продолжаем традиции Советского Союза. Лично я следил за Лунаходом-1, за Лунаходом-2, за этими полетами. Я 61-го года рождения, года полета Юрия Гагарина. И очень приятно, что Самара причастна к этому и основной вклад внесла Самара в развитие этой космической техники. Нам очень приятно, мы всегда этим будем гордиться. Строительство лунной базы планируется завершить к 2035 году. А пока будут взяты пробы грунта, подземных вод, если они будут обнаружены. Все это отправят на Землю в научной лаборатории для исследований. Сергей Кизоркин, Николай Сидоров. События. На стадионе Самара-Арена прошел второй этап областного конкурса профмастерства водителей автобусов. До этого водители сдавали экзамен на знание правил дорожного движения. Сегодня им предстояли состязания по скоростному маневрированию. Соревнования, а в этом году они прошли в 20-й раз, проводились при поддержке администрации Самары и Министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области. За виртуозной ездой наблюдала и съемочная группа событий. Вероника Аболенская – единственная женщина среди участников конкурса профмастерства водителей автобусов. С детства мечтала сесть за руль. В результате вот уже пять лет работает водителем на городском пассажирском автобусе номер 24, который курсирует от автостанции «Аврора» до Хлебной площади. И если среди водителей трамваев женщин много, то для автобусного парка Самары это скорее исключение. В конкурсе приняли участие 16 команд из разных городов области. Всего 33 водителя высокой квалификации. На первом этапе они сдавали экзамен на знания правил дорожного движения. На втором соревновались в скоростном маневрировании. Цель этого конкурса – совершенствование профессионального мастерства и повышение авторитета профессии водителя. Этот конкурс должен выявить лучших переводчиков, лучшие на линии, лучшие кондукторы, лучшие водители. Смотрится транспортное средство, смотрится знание правил дорожного движения. Приехали сюда поддержать наших участников. Это традиционно. Подготовили им денежные призы от профсоюзной организации. Поэтому будем болеть за наших. Этап состоит из девяти фигур. Одна из самых сложных – импровизированная пассажирская остановка. К ней водитель должен виртуозно подъехать, соблюдая расстояние от бордюра. Оно не должно быть меньше 20 сантиметров. Не менее сложная фигура – параллельная парковка задним ходом. Участник конкурса не должен сбить ни одной стойки. Получилось не у всех. И самая, наверное, зрелищная фигура – езда по кругу передом и задом. По регламенту на прохождение всего этапа участнику конкурса дается 10 минут. Приветствуется четкость прохождения. Скорость здесь, наоборот, влияет даже хуже. А когда четко проходит по фигурам, баллов начисляется больше. По количеству наград первое место в групповом и личном зачетах у команды из Тольятти. Победители отметили кубками, дипломами и денежными призами. Виктория Шара и Светлана Тимофеева, Игорь Козановский. События. Далее коротко о других событиях дня. В Ставропольском районе Самарской области в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» начат ремонт региональной автомобильной дороги «Александровка-Сосновый Солонец-Березовый Солонец-Ермакова». Дорожные работы развернулись на участке протяженностью 22 километра от автомобильной дороги М5 «Урал» до населенного пункта Ермакова. Эта автомобильная дорога связывает между собой несколько крупных населенных пунктов Ставропольского района и является маршрутом жителей в направлении Тольятти. Кроме того, дорога проходит по территории национального парка «Самарская лука» и входит в один из туристических маршрутов Самарской области. 60-летний житель Исаклинского района стал фигурантом уголовного дела. На его участке нашли настоящий нарко-огород. На свою территорию оперативников мужчина впустил добровольно. Там они увидели кусты мака и конопли. С участка изъяли более полутора тысяч запрещенных растений и сообщили в Главном управлении МВД России по Самарской области. Владелец плантации оказался безработным с криминальным прошлым. У него за спиной срок за угрозу убийством и нарушение неприкосновенности жилища. Задержанный рассказал, что выращивал траву для собственного употребления и продавать не планировал. Полицейские отрабатывают эту версию. В Самаре сотрудники отдела по вопросам миграции, правоохранители при содействии бойцов ОМОН провели рейды в Кировском районе. Полицейские проверили кафе и рынок. По информации пресс-службы Главного управления МВД России по Самарской области, сотрудники полиции проверили кафе на улице Ставропольской. Правоохранители зафиксировали нарушения в сфере оборота алкогольной продукции. В отношении владельца заведения возбудили административное производство. Алкогольную продукцию, объем которой составил 80 литров, изъяли из незаконного оборота. Также ночью во время рейда возле одного из рынков полицейские выявили четыре факта нарушения миграционного законодательства. Подобные мероприятия проводятся на территории города систематически. Сильный кашель по утрам может оказаться признаком серьезного заболевания, рассказывают медики. Его нельзя игнорировать. Если во время кашля появляется ощущение, что ты задыхаешься, это может быть показателем онкологических заболеваний или последствиями ковида. Не исключены также легочные и сердечно-сосудистые заболевания. На опасные патологии могут указывать головные боли, которые не снимаются приемом препаратов, постоянная изжога или затяжная диарея. О проблеме, с которой следует как можно быстрее обратиться к специалисту, часто предупреждает тревожные ощущения в груди или перебои в работе сердца. Чтобы снизить риск развития рака в организме, медики советуют избегать продуктов с консервантами и красителями, не есть жирную и жареную пищу, включить в рацион овощи, фрукты, зелень и не забывать об умеренных физических нагрузках. Российский сервис бронирования жилья провел в соцсетях опрос и выяснил, какое направление для путешествий является самым грибным. На первом месте Карелия, ее выбрало 49% голосовавших. Климат там мягкий и влажный, лесов много, а людей мало. На втором месте Архангельская область, это выбор 15% подписчиков. Самые обильные грибные места – Каножские и Шинкурские районы, расположенные на юге. Красная горка в Шинкурском районе считается самой грибной. На третьем месте Башкирия, собравшая 11% голосов. Там водятся лисички, рядовки, грузди и белые грибы. За Новгородскую область высказались 9% участников голосования. Самарский регион предпочли 4% проголосовавших. Четверть всей области покрыты лесами, так что грибов здесь немало. Самыми лучшими местами для сбора считаются Кенельский, Борский и Богатовский районы. На зарядку со стражем порядка. В Самарском центре «Ровесник» прошло необычное занятие физкультурой. Подробности у Елены Чернявской. Нарушителей здесь нет. Сотрудники полиции приехали в детский центр «Ровесник». По другому поводу – развлечь ребят и зарядить их энергией на весь день. Показать, что спортом можно заниматься весело и непринужденно. Акцию провели представитель патрульно-постовой службы полиции и сотрудник кинологической службы. Такие мероприятия, помимо оздоровительных целей, там, в целях ЗОЖ, но они профилактические, то есть и в плане поведения, в плане наставления на путь истинный, вот, поскольку проходят в интересной игровой форме. Под музыку взрослые дети выполнили комплекс упражнений. Общественники рассказали детям о важности физической активности в жизни каждого человека, а полицейские о том, как стражи порядка поддерживают себя в хорошей физической форме. Полицейский рассказал детям о непростой службе и пожелал ребятам расти здоровыми, сильными, заниматься спортом и вести здоровый образ жизни. Чтобы они знакомились со службой МВД России нашей, чтобы знали, если вдруг когда-то кто-нибудь захочет поступать или, допустим, работать у нас в министерстве, чтобы понимали, к чему готовятся, так сказать. Ну и все равно же интерес, особенно молодым парням, интересное обращение с оружием, ну и формы она украшает мужчин. Яркий момент для ребят встреча с служебными собаками. Сотрудник кинологического центра продемонстрировала умения и навыки своих четвероногих помощников, после чего дети могли поиграть с питомцами, погладить их и сфотографироваться на память. Перед воспитанниками центра выступила служебная собака Барс. Кинолог рассказал о том, что умеют полицейские собаки и продемонстрировала небольшой мастер-класс по дрессировке своего напарника. Мы привели сюда своих подопечных, своих напарников, для того, чтобы рассказать молодежи, как работают сотрудники полиции, рассказать, как собаки делают зарядку, показать и вовлечь в занятия физической культурой молодежь вместе с собаками. Помимо пропаганды здорового образа жизни, у этой акции еще одна важная цель – повышение доверия к органам внутренних дел, открытость полицейских и для подростков. Елена Чернявская, Григорий Плешаков. События. В Самаре клумбы и цветники появляются не только в знаковых местах, но и вдоль небольших улиц. Накануне специалисты спецремстройзеленхоза высадили растения на улице Ярошевского. Здесь, в рамках муниципальной программы «Цветущий город», появились почти 200 тагетисов и катарантусов. Подробнее в нашем сюжете. Подготовили почву и высадили прекрасные растения. «Цветники» в Самаре появляются не только на центральных улицах, но и в небольших переулках. Так, на Ярошевского теперь жители будут радовать пять компактных клумб, которые засеяны тагетисами и катарантусами. «Катарантус, я говорю, мы в последнее время достаточно много стали использовать. Он, во-первых, хорошо цветет, он засухоустойчивый, теплолюбивый. И его главное достоинство то, что после отцветания его не нужно обирать, он сам облетает». Еще ранее весной специалисты спецремстройзеленхоза в рамках реализации муниципальной программы «Цветущий город» подготовили необходимую рассаду в теплицах и в течение всего сезона выполняют цветочное и ландшафтное озеленение. Ухаживают за цветами вплоть до наступления осенних холодов, поливают и пропалывают. Также убирают из клумб отсветшие растения и высаживают новые, чтобы цветник на протяжении всего сезона выглядел эстетично. «Максимально полив осуществляется после непосредственной работы по высадке. Это касается и древесных кустарниковых растений, и цветковых, то есть до приживаемости. Далее, соответственно, полив идет по погодным условиям. То есть, если, как сейчас у нас стоит достаточно жаркая погода, то кратность полива, его частота увеличивается, поскольку высокие температуры и раскаленный асфальт неблагоприятно воздействуют на растения». Всего в Самаре в этом году общая площадь цветников составила 38 тысяч квадратных метров. Это и клумбы, и зоны вдоль дорог и тротуаров, и вертикальные конструкции, которые обычно располагаются у памятных мест. Андрей Горгуленко, Петр Поломеев, Николай Сидоров. События. В Ботаническом саду Самарского университета в преддверии регионального дня особо охраняемых природных территорий прошла экологическая акция. Волонтеры и сотрудники Министерства лесного хозяйства убирали от опавших веток и листвы закрепленную за ними территорию, которая в будущем станет научной зоной. Подробнее в репортаже нашей съемочной группы. Банковский сотрудник Артемий Кустов наводит порядок на газоне в Ботаническом саду. Он стал участником экологической акции, потому что уверен, природа нуждается в особой заботе. Также мужчина рассказал, что в ближайшее время на средства компании при поддержке клиентов высадят новые деревья. Очень часто бывают пожары, природа гибнет, поэтому нужно прикладывать усилия, чтобы возобновлять ее или поддерживать хотя бы. Экологическая акция в Ботаническом саду прошла в преддверии дня особо охраняемых природных территорий в Самарской области. Ежегодно волонтеры и сотрудники Министерства лесного хозяйства убирают участок недалеко от Московского шоссе. В будущем он станет научной зоной, и здесь будут высажены редкие растения, которые пока хранятся в питомниках. Для этого участок нужно привести в порядок. Ну и вообще заросли, они, конечно, не нужны. Там очень много посторонних пород, которые являются сорняками для Ботанического сада. Они просто забивают растения, которые находятся в коллекции, находятся у нас на финансовом даже учете каждое растение. И для того, чтобы нужные растения произрастали свободно. Особо охраняемые природные территории – важнейшая составляющая богатства и региона, и страны в целом. Наиболее значимыми в сфере охраны окружающей среды являются мероприятия, направленные на обеспечение режима охраны и функционирование таких территорий. Их мониторинг – ведение Красной книги и государственного кадастра регионального и местного значения. Самое главное – помнить, что человек запоминается тем следом, который он после себя оставляет. И чем оставлять после себя отходы и вытоптанную выжженную землю, гораздо лучше оставить после себя цветущий сад. На сегодняшний день в Самарской области сформирована уникальная сеть особо охраняемых природных территорий. Жигулевский заповедник, национальные парки «Самарская лука» и «Бузулукский бор», 211 памятников природы регионального и местного значения, а также Самарский ботанический сад, за которым сегодня и ухаживали волонтеры. Андрей Горгуленко, Петр Поломеев. События. Картины с глубоким смыслом. В Самарском областном художественном музее открылась выставка «Счастливый остров». Ее автор, художник и заслуженный деятель культуры России, представитель второй волны русского авангарда Евгений Расторгуев. Почему родные называли его «Ежик» и где автор искал источники для вдохновения, расскажет Ксения Баканова. Справедливый и немного ершистый. Одним словом, ежик. Так художника Евгения Расторгуева любя называли домашнее, вспоминает его невестка Людмила Варламова. Непревзойденный мастер своего дела. Он прошел суровую войну, однако интерес к искусству не потерял. Скорее наоборот. В его жизни начался новый творческий этап. Надежным плечом и опорой для него всегда была любимая жена Тамара. Супруги были неразлучны и жили душа в душу. Он всегда советовался с Тамарой. Он всегда сомневался. И Тамара его всегда поддерживала. Она была невероятно умная и мудрая. И поэтому два прекрасных художника уживались. Евгений, конечно, он был немножко и хулиганист, и ко всему прочему. Как говорили некоторые, резал правду матку. В 2002 году их семейное счастье распалось, как карточный домик. Супруга погибла во время пожара. Для Расторгуева это был удар, от которого оправиться казалось невозможным. Спасение он нашел в искусстве. Художник посвятил памяти супруге графическую серию «Часовня духа». Этот цикл – реквием по любимой женщине. На картинах можно увидеть ракушки. Их она любила собирать. Другое дело – живописная серия «Городецкие фантазии». Источником вдохновения для художника стал городец, его родной город, овеянный детскими воспоминаниями и теплом лета. Картины полны иронии и радости жизни. И в первую очередь для меня это художник, озорник художник, который воспел и смог подняться над какой-то вот этой вот реалиями жизненными. И превратил этот город, вот в такой веселый городок, в котором, не знаю, ходят какие-то вот такие люди, не знаю, спидфамерят, несут самовар куда-то, кокетничают друг другу, запускают какие-то шары, ходят с этими вертушками. Художник, конечно, невероятно глубокий. Увидеть выставку «Счастливый остров» можно в Самарском художественном музее. Она будет работать до 1 октября. Сегодня я столько вижу замечательных гостей, друзей, просто новых знакомых, которые заходят с улыбкой, о чем это говорит, о том, что жизнь продолжается, художник выставляется в музее, значит, его имя навсегда уже с нами. Открытие выставки завершилось выступлением ансамбля русских народных инструментов «Волга Фолк Бэнд». Ксения Баканова, Николай Епифанов, События. В сентябре в Самаре ожидается насыщенная культурная программа. Литературный фестиваль пройдет с 7 по 10 сентября в областной библиотеке. В программе мастер-классы, семинары, литературный турнир, победитель которого получит сертификат на издание собственной книги. Фестиваль «Шестакович над временем» пройдет с 7 сентября по 2 октября. Почти целый месяц любители классической музыки смогут наслаждаться концертами филармонии. 10 сентября самарцев ждет День города. Самаре исполнится 437 лет. Главной площадкой станет площадь Куйбышева. Фестиваль «Волга театральная» пройдет с 24 сентября по 1 октября. В нем примут участие муниципальные театры ПФО, прошедшие конкурсный отбор. Спектакли покажут на сценах Самарского драмтеатра, театров «Самарская площадь», «Камерная сцена» и «Грань», а также «Докажность дорожников». Далее эфир продолжит обзор телеграм-каналов, городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. В телеграм-канале администрации Самары «Вести» с Дворянской сообщают, что в Кировском районе появится еще один уютный двор. Там уже обновили проезды и парковку. В Самаре продолжается комплексное обновление дворовых территорий. Во дворе по адресу Кутейской, 14 и 16, Свобода-225, дизайн-проектом предусмотрен ремонт внутриквартальных проездов, обновление и устройство тротуаров, установка детской площадки. Работы ведутся по программе формирования комфортной городской среды. Нацпроекта «Жилье и городская среда» и уже близится к завершению. Администрация Кировского района Самары в телеграм-канале дает практические бытовые советы и сообщает о том, что небольшое возгорание в бытовых условиях можно потушить своими силами. Главное – знать, чем. Вопреки распространенному мнению, вода для тушения огня подходит не всегда. Ей нельзя тушить горящее масло, горючие вещества, электроприборы под напряжением и проводку. Для тушения всех типов возгораний хорошо подходят цепучие вещества, такие как песок, земля из цветочных горшков, стиральный порошок, пищевая, соль и сода. Если возгорание только возникло, его можно накрыть полотенцем, одеялом или другой плотной тканью. В случае сильного возгорания нужно срочно звонить по телефону 101 или 112. Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки поздравляет с днем рождения почетного гражданина Самары и Самарской области Максима Борисовича Аводенко. На протяжении многих лет Максим Борисович возглавлял Куйбышевский металлургический завод. Это суперпрофессионал с мировым именем, известный ученый, имеющий 47 научных изобретений, множество титулов и наград. В 1995 году Максим Борисович удостоен звания почетный гражданин города Самары, а в 2003 году звание почетный гражданин Самарской области. Телеканал «Самары ГИС» присоединяется к поздравлениям. На этом выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары ГИС, в нашем телеграм-канале, на страничках, в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего доброго. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok